С приближением Нового года маркетологи по всему миру активизируются, чтобы привлечь внимание потребителей к своим товарам и услугам. Этот сезон отличается особым праздничным настроением и возможностью для брендов увеличить свою прибыль. Однако конкуренция между компаниями возрастает, и маркетологам приходится искать новые подходы и идеи, чтобы выделиться среди конкурентов и сохранить лояльность клиентов. Одним из ключевых моментов является проведение праздничных акций и распродаж. Многие компании предлагают скидки, подарки и специальные предложения на свои товары. Социальные сети становятся важным инструментом для распространения информации о таких акциях. Все это, несомненно, влияет на потребителей культуру потребления в целом. Начиная слишком рано продавать нашим клиентам, мы можем наоборот оттолкнуть их. Они перегорят и не захотят так активно тратить деньги. Новогодний период характерен высоким институциональным давлением на потребителя. Именно в это время мы меняем потребительское поведение. Предпраздничная суета уже охватила города, и магазины заполняются покупателями в поисках подарков для родных и близких. Ассортимент новогодних товаров поражает разнообразием. От традиционных елочных украшений до оригинальных сувениров и подарков. Новый год – это время, когда маркетологи могут использовать различные стратегии и подходы для привлечения и удержания внимания клиентов. Важно помнить, что клиенты ожидают индивидуального подхода и внимания, поэтому компаниям необходимо учитывать их потребности и желания, чтобы успешно провести маркетинговую кампанию. Что касается самих потребителей, то насколько рационально они подходят к своим тратам в преддверии праздников? Нагрузка на отделы маркетинга в этот период неимоверно выше, чем в любые другие дни. Использовать этот шанс должны все компании, безусловно. Это лучшее время в году для реализации сбытовых стратегий. Нагрузка на отделы маркетинга в этот период неимоверно выше, чем в любые другие дни. Использовать этот шанс должны все компании, безусловно. Это лучшее время в году для реализации сбытовых стратегий. Но надо помнить, что после этого прекрасного периода будет период спада, и, вероятно, необходимо не меньше усилий потратить маркетологам для того, чтобы компенсировать упадок спроса после новогодних праздников. Это выровняет деятельность компании, поможет решить финансовые вопросы, которые возникают вследствие падения спроса в постновогодний период. Главной причиной того, почему люди спешат приобрести новогоднюю атрибутику, сувениры и отпраздновать Новый год по всем общепризнанным канонам, является культура демонстративного потребления. Это явление, при котором люди стремятся показать свое богатство или статус через приобретение и использование дорогих товаров и услуг. Например, различные рекламные видеоролики по телевидению или в интернете показывают традиционный стол, где стоят шампанское, мандарины и бутерброды с красной крой. Потребитель неосознанно принимает это за обязательную традицию и может чувствовать себя неполноценно, если реальность не совпадает с ожидаемым праздником, который навязали ему компании. Мы испытываем очень серьезное институциональное давление. Мы, это все мы, как потребители. Социум требует от нас приобретать и дарить подарки, накрывать богатый новогодний стол. И даже люди с низким социальным статусом, они не могут от этого отказаться. Они вынуждены тратить деньги, что увеличивает неравенство, подчеркивает неравенство и является определенным негативным фактором. Последствия демонстративного потребления могут быть как положительными, так и отрицательными. С одной стороны, это может стимулировать экономику, поскольку люди будут тратить больше денег на дорогие товары и услуги. С другой же стороны, это может привести к неравенству и социальной напряженности, поскольку не все люди могут позволить себе такие товары и услуги. Выход из этой ситуации лежит в осознанном подходе к своему бюджету и развитии критического мышления, который позволит разделить навязанной рекламой и то, что на самом деле хочется человеку. Новости.